Ещё раз добрый день, попытка номер два. Сейчас проводила мастер-класс «Как впустить волшебство в свой мир». Час двадцать проводила, и пришло сообщение, что кто-то пытается взломать аккаунт. Ну ладно, бывает по-разному. Случайности не случайны. Тогда более коротко проведу этот мастер-класс. Сейчас основные моменты скажу. Надеюсь, получится сохранить этот эфир, для кого это действительно важно, кому действительно важно впустить волшебство в свой мир. Сегодня буду давать рекомендации, как впустить волшебство в свой мир. Возможно, буду покороче, потому что я уже основные моменты сказала. Ну тогда коротко запишу ещё раз этот эфир. «Как впустить волшебство, синхронию, поток в свою жизнь?» Если берём карту души по Юнгу, важно наладить связь ось эго-самость. То есть с научной точки зрения это всё объясняется. Задача каждого человека — возвращать себя на высокие частоты эмоций, быстро возвращаться в ресурс. когда мы спокойны, радостны, расслаблены, у нас волшебства и денег больше. Я извиняюсь, буду ускоряться, потому что я это всё подробно говорила, но вот такие обстоятельства. Фундамент волшебства, денежного мышления в том числе — это взрослая я-позиция в моменте, мы можем проваливаться в ребёнка или в мамочку. В мамочка, когда мы бесплатно раздаём советы, когда мы как ребёнок, мы ищем гуру, наставника, кто скажет, как правильно. То есть фундамент — взрослая я-позиция. Другие картинки. Есть адаптация, когда мы успешно адаптируемся, реализуем свои цели и задачи. Но есть также дезадаптация. Посмотрите на картинку. Часто поломка происходит на уровне восприятия. Неадекватно мы оцениваем ситуацию. И у нас дистресс. То есть стресс не к месту, нездоровый. И поломка происходит на уровне алекситемии, когда мы табуируем свои чувства. Ну, отсюда последствия. Дальше. Колесо потребностей человека. Скопируйте себе эту картинку. Ключевое. Обратите внимание на этой картинке, что базово у нас должна быть связь с чем-то большим, выход за пределы себя, связь с самостью. Тогда волшебства в нашей жизни больше. Есть такая схема. Дух — душа, тело. Дух — это связь с чем-то большим. Душа, когда мы слушаем интуицию, ответы внутри нас, и тело нам тоже подсказывает, с кем общаться, с кем не общаться. Важно не табуировать эмоции. Тогда волшебства в нашей жизни больше. И проживать эмоции — это к деньгам, это к волшебству. И вот есть семь тел. Сегодня я дам задание. Мы будем работать на кармическом теле, телоповедении. Если мы работаем на уровне духа, космоса, выход за пределы себя — это самый эффективный уровень. Но важно помнить про все тела комплексно, для физического тела. Даем каждый день себе движения, нагрузку, спорт, что-то ещё. Проживаем эмоции. Будут задания сегодня про коррекцию мыслей. Скопируйте эти картинки, получите для себя осознание. Включаю следующую картинку. То есть с научной точки зрения есть семеричное строение человека. И важно помнить про духовный уровень Личности, интуиция, когда мы слушаем себя и связаны с чем-то большим, тогда волшебства в нашем мире больше. Про открытие Юнга. Вот эту синхронистичность — это открыл Юнг. В Ютубе будет ссылка на лекцию, аудио и письменно. Поизучайте. Просто я уже час двадцать об этом говорила. Значит, сегодня так должно было произойти. Так, задача — возвращать себя в высокие вибрации, особенно профессиональному психологу. Очень важно. Люди приходят за счастьем, спокойствием, радостью. Мы трансформируем состояние. И любой другой человек, кто хочет впустить волшебство в свой мир, важно быть всегда в ресурсе. Позиция взрослого человека можете записать в тетрадке, что я взрослый человек. Как бы поступил взрослый человек? Часто есть выученная беспомощность, как у слонёнка. И важно эти паттерны менять. Важно выходить из манипуляций, отслеживать манипуляции, токсичность. Пересмотрите эфир. Ключевые моменты. Эфир или два эфира назад я говорила про манипуляции. Новые открытия в психологии. Эффект наблюдателя. Наблюдатель влияет на наблюдаемое. В жизнь мы можем давать запросы. Как в Гугле. Чем более чёткое намерение и истинное, тем быстрее от жизни мы это получаем. и становится больше того, за чем мы наблюдаем. Это квантовая физика. Дальше. Другой слайд. Сейчас открываю. Важно, чтобы впустить волшебство в свой мир, чтобы у нас было больше денег, радости, счастья, важно убрать программу суеты и нужды. Всё всегда происходит для нас наилучшим образом. Вот как сегодня, я час двадцать проводила эфир, всё подробно рассказывала, но кто-то попытался зайти мой в Инстаграм, его взломать, и весь эфир пропал. Я вот сейчас заново провожу этот эфир, но в укороченном ритме. То есть для волшебства важно натренировать навык быть счастливым, уходить из ложных программ суеты и нужды. Тогда волшебства, денег у нас больше. Я тоже тренирую этот навык. И отслеживайте, если кто-то пытается вам навязать программу суеты и нужды. Это ложь. Дальше. Единственный способ неисполнения нашего желания — это если мы перестали хотеть. Когда мы можем управлять своей энергией, временем, другие люди, манипуляторы токсичные, они не смогут на нас повлиять. Спасибо за сердечки. Вот как сейчас, да, кто-то пытался зайти в мой Инстаграм. Ну, окей, всякое бывает, но к моей энергии не подобраться. У меня уже, ну, как... Я тоже эти навыки тренирую. Как в своём мире я... Я главная. На свой мир я могу влиять. Ну, пытаются пробраться. Ну, ладно. Дальше. Какое задание на этом мастер-классе? Пожалуйста, купите себе две тетрадки, можете одну. Вот у меня тоже есть такая тетрадка. В одной тетрадке вы пишете материальные приходы и нематериальные. Ну, без фанатизма, коротко, но каждый день. За каждую неделю вы подводите итоги, особенно материальных приходов. Каждый месяц вы заметите, что денег, радости, счастья у вас будет больше. Эффект наблюдателя — квантовая физика. То есть я сама эти задания выполняю. Я вижу, что это работает. Задача. В дневнике выписываем свои цели, эмоции, чувства. То есть по-разному можем использовать тетрадку, но базово пишем приходы материальные и нематериальные. Формируется счастливость, понимание, что я уже сегодня богатая женщина или богатый мужчина, и на это состояние приходит больше денег, радости и так далее. Никакой магии квантовая физика, как в Google. Ну, какой запрос делаем, на что больше обращаем внимание, того в нашей жизни больше. Ну, если эмоционально на что-то триггерит, мы можем в тетрадке писать, тоже так проживать чувства. И напоминаю, проживать чувства — это к деньгам. Часто же мы табуируем негативные эмоции, но это денежные блоки. Так, все картинки показала. То есть, чтобы привлекать деньги, волшебство в свой мир, счастье, радость, задача — возвращать себя на высокие вибрации. Если берём профессионального психолога, в профессиональной сфере нам важно быть радостными, спокойными и расслабленными. Вот, ну, это наша профессиональная обязанность, но этот навык, чтобы привлекать денег и волшебство в свой мир, каждый натренировать может. Что ещё? Важно на каждый день ставить намерение в своём дневнике самопрограммирования, как в поисковике Google. Мы должны чётко знать, куда мы идём. Тогда никакой человек, никакой манипулятор нас не собьёт. Мы, как капля в океане, мы связаны с Духом. И если есть священное право выбора, другой человек не может навести на нас порчу проклятия с глаз, условно, если у нас нет энергетических дырочек, условно. Поэтому важно чётко намерение знать, фокус должна быть счастливость и эффективность, в состоянии спокойствия и радости, делать то, что нравится. Эффект наблюдателя сказала, базовое доверие к миру. На мир условно мы можем влиять, как поисковик Google. То есть есть пространство изобилия, и есть священное право выбора, мы можем выбирать, какой мир вокруг себя создавать. Эффект наблюдателя становится больше того, зачем мы наблюдаем. Например, пришёл классный клиент, мы на него смотрим, и эффектом наблюдателя — «Вау, какой клиент! Хочу больше таких клиентов!» То есть обращаем внимание, радуемся, и таких клиентов становится больше. Никакой магии, просто эффект наблюдателя. Важна сонастройка с полем. Жизнь к нам доброжелательно настроена, как поисковик Google. Только важно ввести правильные кнопочки, ну, как намерение, что я ищу, или как в навигаторе, куда я иду. То есть ключевое ещё сонастройка с полем. Тогда будет синхрония по Юнгу. Ещё это называется алхимия жизни. Не существует по квантовой физике объекта без субъекта, и наоборот. То есть мы тоже можем в жизни посылать намерения и получать ответы, как через Google. То есть мы можем, ну, потренируйте этот навык, сонастраиваться с полем. Жизнью и волшебства в вашей жизни будет больше. Что ещё? Можете посмотреть фильм «Время». Там чётко показано, как ведёт себя человек, у которого есть деньги, и человек, у которого нет денег или нет волшебства. Когда мы в тревоге, в нужде, в этот момент волшебство заканчивается. Навык возвращать себя в высокие вибрации, выходить из бета-состояния мозга активности в состояние мозга альфа и тета, расслабленности. Вот на этом состоянии включается волшебство. Что ещё? Ресурс от мира можем получить. Что ещё? Про целители. Кстати, целительство — это дар, а не проклятие. И важно каждому целителю также активировать в себе вторую сторону медали. Есть целитель, а есть агрессор, палач-убийца. Важно энергию палача, убийцы в себе тоже активировать. Для чего? Чтобы выходить из манипуляций, отстаивать свои границы. Вот я сегодня рассказывала в чате Саше Беляковой, какие-то спамеры писали, «Вложите 30 тысяч, получите 100 тысяч». Я проверила, смотрю, контакты не совпадают, хотя много букв правильных. Я быстро написала в чате, всем показала, говорят, это спам. Но я же понимаю, что человек условно ворует деньги у других людей, которые не уверены в себя, слепо верят, переводят деньги кому-то. Энергия у таких людей сильная. Как это? Чёрная магия, можно так сказать. Но, конечно, есть последствия. В долгосрочной перспективе у человека рушится здоровье, нет семьи, детей, чего-то ещё. Но это свобода выбора. Можно выбрать любой путь условно. Но мы с этим человеком соприкоснулись в пространстве. Ну и, возможно, моя гипотеза, я, конечно, не знаю. Возможно, он пытался взломать мой аккаунт, но магическим образом как невозможно на меня подействовать. Смысл такой, когда мы видим истинное намерение, кто перед нами, но у нас как энергетическая есть целостность, мы другого человека не впускаем в своё поле, как мы не дадим возможность человеку присосаться к нашей энергии. То есть мы можем эту связь разорвать. У нас есть это священное право выбора. Ну, возможно, сумбурно говорю, смысл такой. Любой целитель должен признать, что в каждом целителе есть энергия, я, убийцы. И если представьте, как хирург, когда он проводит операцию, да, он добрый, культурный, как мама, но он строгий, как папа. Вот эту энергию каждый целитель должен в себе развить, признать, принять, поднять на осознанный уровень. Тогда, когда в наше поле приближаются люди непонятные, которые не хотят взаимодействовать вин-вин, по другим принципам живут, мы можем им закрыть доступ к нашему вниманию, к нашей энергии. Всё. И как пиявки они к нам не смогут присосаться. Условно. То есть, ну, для этого, если по юнгу, это развить в себе анимус. Ну, для женщин это мужская энергия. Что это значит? Принять надо в себе маму и папу. То есть, мы для людей, как мама, ну, в экологичном взаимодействии мы добрые, приятные, эмпатичные, но где надо, мы строгие, как папа. то есть, важно, ну, принять себя целостно. Вот так, если коротко. Что ещё? Ну, вот, ну, прочитаю такую фразу. у каждого целителя должна быть энергия убийства, чтобы быть целителем. Или вы, являясь целителем, окажетесь под влиянием того, что вы не хотите убивать, ну, в их мире, ну, в мире людей, которых мы помогаем. То есть, это важно, принять в себе теневые стороны. до этого, конечно, час двадцать я проводила эфир, он, к сожалению, не сохранился, но базовые рекомендации я дала, как привлечь волшебство, синхронию в свой мир. Задача — быть постоянно в ресурсе, выходить из манипуляции, токсичности, не давать другим людям присасываться к нашей энергии. Что ещё? Важно возвращать себя в позицию взрослого человека. И кто подробнее хочет прочитать про синхронию по Юнгу, я в Ютубе, также на почту всем вышлю лекцию про синхронию по Юнгу, про эффект наблюдателя, и мы это можем применять каждый день в своей жизни. Я дала сегодня простые задания завести две тетрадки, где мы пишем рукой. Напоминаю, рукой по исследованиям пишут миллиардеры, поэтому сам Бог велел нам тоже писать рукой. Пишем материальные, нематериальные приходы и пишем своё намерение на каждый день. Возможно, этот эфир получился маленький, но я уверена, кто для себя хочет получить благо, пользу, вы сможете взять какие-то базовые рекомендации, чтобы привлечь волшебство в свою жизнь, радость, спокойствие. И пока постараюсь в эфир не выходить, сейчас в Аматон, повышаю квалификацию по комплексной телесной терапии, потом ещё другие дела, я тоже тренирую навык, как экологично управлять своим вниманием и временем, это как то золото, которое у нас есть. Стараемся манипуляторам и другим людям, где позиция не вин-вин, там какой-то обман, что-то ещё, этим людям, этим людям мы не уделяем своё внимание, время. Очень важно это делать, я этот навык тоже тренирую, поэтому кто хочет шестнадцатую группу рада всех видеть на курсе и после шестнадцатого возможно проведу какой-то эфир, ещё увидимся. Вот, всем хорошего дня, ещё раз извиняюсь, что эфир получился такой сумбурный, но так сложились обстоятельства, кто-то пытался в моё энергетическое поле проникнуть, но будут последствия, ну в своём мере я главная персона и не получится присосаться к моей энергии, вот, ну так, если коротко, хотя некоторые преподаватели, ну или там некоторые могут сказать, ну ладно, в общем, мы тоже можем подействовать на тех людей, которые пытаются присосаться как пиявка к нашей энергии, будут последствия такого неэкологичного взаимодействия эффект бумеранга, кто пытался взламывать аккаунт, что-то ещё, ну в ближайшую неделю обращаюсь лично к этим людям, подслеживайте, что у вас произойдёт, вот, поэкспериментирую с телепатическим квантовым воздействием, тоже на вашу ауру, потому что, ну когда люди вторгаются без спроса в наше энергетическое поле, мы имеем право выставить защиту, это наше священное право, и условно дать по зубам человеку, чтобы он не пытался как пиявка присосаться к нашей энергии, у него нет такого права, вот. Юля, добрый день, ну эфир будет, я вот так коротко сегодня говорила, как впустить волшебство в свой мир, и сейчас я обращалась к тем, кто хотел взломать аккаунт, кто хотел присосаться к моему энергетическому полю, то есть это не к вам, это к другим людям, вот, напоминаю, мы можем ставить защиту и условно энергетически дать человеку по зубам, чтобы он в наше энергетическое поле не имел доступа, вот. Ну так, если коротко, метафора, всё, всем тогда хорошего дня, запись эфира сохраню, получите для себя важные инсайты, как впускать волшебство в свой мир, и базово помним про частоты эмоций, навык возвращать себя быстро в ресурс, навык проживать все эмоции, даже нехорошие, значит, энергетическая ёмкость у нас расширяется, вот, ну а мы быстро стараемся вернуть себя в ресурс наверх, тогда волшебство в синхронии по юнгу в нашей жизни происходит быстрее. Юля, я поняла метафора отлично, спасибо большое, ну не зря я столько учусь, у меня тоже есть преподаватели наставники, я, ну, всё беру, чему меня учат, и это всё применяю, вижу эффекты, и, ну, по энергетическому воздействию, как влиять и беречь, как влиять на свою энергию, как беречь свою энергию, у меня навыков уже больше, как отслеживать манипуляции, как видеть, какое намерение у человека, я это, ну, тоже уже вижу. Ну, а когда мы видим, кто перед нами, мы можем, ну, как, действовать адекватно, вот, условно, если змея рядом, мы не будем ей улыбаться, у нас действие будет одно, ну, как, соответствие ситуации ей, вот, как у нас, мы, у нас включено ясновидение, мы ясновидим, кто перед нами, какая энергия у человека, но это его выбор, прожить жизнь можно по-разному, по юнгу есть светлая сторона самости и тёмная, и, ну, да, это тоже какая-то магия, человек имеет право прожить жизнь на тёмной стороне самости, окей, это его священное право, но наше священное право, мы можем выбрать жизнь, жить на светлой стороне самости, и это священное право у нас никто не сможет забрать, у нас есть связь с Духом, вот сейчас покажу, можно сказать, мы каждый из нас, каждый из нас потомок Бога, у нас есть вот эта энергия, ресурсы, и энергетически мы тоже любому человеку можем дать по зубам, если он пытается взаимодействовать с нами не с позиции вин-вин, а как-то по-другому, вот смотрите, такая схема Дух, Душа, Тело, у всех из нас есть связь с Духом, мы как капля в океане, у нас есть эти ресурсы Духа, и другой человек без нашего ведома энергетически к нам подключиться не сможет, мы сможем ему дать по зубам, потому что мы тоже частичка Духа, вот, и у нас есть тоже право выбора, какой мир вокруг себя создавать, всё, сегодня на эмоциях, вот, эфир записала, какой получился, надеюсь, всё-таки тем, кому нужно, вы важные, нужные инсайты для себя возьмёте, и, пожалуйста, пишите материальные, нематериальные приходы каждый день в тетрадку, вот, пропитывайтесь состоянием, что я сегодня богатый человек, у меня есть руки, ноги, глаза, уши, да, возможно, нет кроссовок, но у меня есть ноги, у кого-то ног нет, условно, у меня есть жизнь, молодость, красота, то есть важно всё богатство замечать, и материальное в том числе, и если каждый день по эффекту наблюдателя мы видим, сколько богатства у нас сегодня, у нас становится его больше, и плюс важно выбирать, ну, с кем мы хотим общаться, важно манипуляторов убирать из своего пространства, у нас есть это, ну, священное право, важно дарить своё внимание, энергию, как золото, обменивать на деньги, экологично обменивать, то есть позиция вин-вин, тогда да, если мы чувствуем баланс нарушен, важно уходить из таких коммуникаций, у нас есть это право, и тогда в нашей жизни больше счастья, радости, здоровья, денег и так далее, и базово помним про связь с духом, все мы часть природы, часть жизни, часть Бога, часть большого рода человеческого, мы часть духа, и у нас есть эта сила, если брать целителей, таланты, психолога, мы не только как эмпатичная мама, но мы как табуирующий, кастрирующий папа можем быть, то есть вот эта энергия агрессора у нас есть, важно её тоже принять и к месту, ну к тем людям, ну где это адекватно, мы включаем эту энергию, но если брать целительство, иначе, если мы берём платную работу, мы человеку не поможем, если мы будем только как добрая мама, иногда, если это требует ситуации, а мы как строгий папа, это про целостность, целостность, важно принять в себе все части, вот, будут какие-то вопросы в эфире, в инстаграме, также в ютубе, можете писать, я все вопросы соберу, если вдруг кому-то непонятно про алекситемию, зачем не табуировать чувства, разные чувства, проживать, если что-то непонятно, я соберу все сообщения в ютубе, в инстаграме, в комментариях, и там через месяц возможно проведу эфир, но мне надо, чтобы все подписчики тоже были во взрослой позиции, там целый месяц я там делала ваши задания, писала материальные приходы, нематериальные, вот мои такие результаты, что у меня получилось, что не получилось, мне нужен вопрос, там мнение со стороны, вот на такие комментарии, я смогу более подробно также уделить свое внимание, энергия, время, но если это действительно вам нужно, поэтому желаю этот месяц пожить с этой информацией, применить, насколько вы можете, получить свои результаты, и пойдем дальше, кто захочет 16-ю группу, рада всех видеть, и с другими участниками, подписчиками школы, увидимся тогда уже в следующем эфире, сейчас как эффект наблюдателя, тоже тренирую, разумно инвестировать время, энергия, это как золото, я постараюсь месяц вообще не заходить в соцсети, потому что есть же дар целителя, у нас тонкая кожа, мы это все чувствуем, есть ли манипуляции, что-то еще, но есть намерения, и цели задачи у меня немножко другие, вот попробую, насколько смогу не заходить в соцсети, также вместе с вами тренирую навык, разумно использовать, инвестировать свою энергию, время, ну с позиции вин-вин, выходить из манипуляции, токсичности, вот, Юля, тоже вам спасибо за личное внимание, все, тогда всем хорошего дня, и увидимся в школе, кто придет в 16-ю группу, с другими друзьями, подписчиками школы, увидимся на следующем эфире, ориентировочно через месяц, буду проводить эфир, посмотрю, насколько меня хватит, я люблю делиться, но понимаю, что важно делиться с теми, кому это действительно надо, надеюсь, ну, сегодня, ну, кому это действительно надо, вы получили для себя важные, нужные инсайты, и сможете их использовать для себя во благо, чтобы у вас было больше счастья, радости, и по праву рождения мы все имеем право жить счастливо, богато, в радости, в здоровье, в спокойствии, и это наше священное право, и никакой другой человек не сможет у нас это забрать, но для этого надо энергетически, ну, быть более сильнее, становиться, надеюсь, сегодня я дала рекомендации, которые вы сможете применять для себя, все тогда, всем хорошего дня, и увидимся в следующем эфире, всем пока!